Добрый день! Здравствуйте! Здравствуйте! Присоединяйтесь, пожалуйста. Начинаете присоединяться. Если сразу, пожалуйста, пишите нам, хорошо ли слышно меня и видно. Всем большой привет, привет, привет. Все ли видно, все ли слышно? Отлично люди присоединяются. Говорите скорее, связи скорее. Все нормально, отлично, прекрасно, спасибо большое. Сегодня мы в прямом эфире в нашем канале Тру Джин поговорим с вами про синдром задержки роста плода или просто про задержку роста плода. Тема очень необычная, интересная и неоднозначная, что интересно. Ну, казалось бы, все понятно, что такое задержка роста плода. Ребенок маленький. Все, казалось бы, ясно, но при этом, если мы возьмем руководство, клинические рекомендации американской коллеги акушеров-гинекологов, выпущенные в 2019 году по задержке роста плода, то первый абзац будет гласить терминология, классификация и тактика ведения в настоящий момент не определены, четкого международного консенсуса не достигнута. Почему так происходит? Казалось бы, уже за столько лет могли разработать хорошие, прекрасные рекомендации и дать всем четкие директивы по тому, как ввести данную патологию. Вот мы сегодня попытаемся с вами разобраться, какие сложности стоят вообще при постановке этого диагноза, что он вообще под собой подразумевает, как нам ввести пациенток с таким диагнозом и, собственно говоря, чем мы можем помочь, можем ли мы профилактировать такое осложнение, можем ли каким-то образом снизить риски этого осложнения при повторной беременности, например. Значит, ну, во-первых, задержка роста плода. Очень вас прошу придерживаться этой терминологии, не говорить о... Извините, хочу себе просто открыть картиночки с напоминалочками, чтобы я не забыл чего-нибудь важного. Вот, все. Не говорить о задержке развития плода. Очень часто почему-то врачи говорят задержка развития плода. Сразу это негативный какой-то приобретает окраску, потому что задержка развития подразумевает под собой задержку психомоторного развития, задержку психического развития. Очень часто подразумевают именно такие термины. Но в данном случае мы говорим о задержке роста плода, то есть просто ребенок по размеру маленький. Никакой связи с задержкой интеллектуального развития в дальнейшем это не имеет, и мы не можем сказать, что это ребеночек внутри умненький или не очень. Мы можем только сказать, что он по размеру маленький. Но под собой это, конечно, несет определенные риски, и мы с вами об этом немножко поговорим. Итак, задержка роста плода мы определились. ЗРП, задержка роста плода, иногда это сокращают как СЗРП, синдром задержки роста плода. ЗВРП, задержка внутриутробного роста. Ну, общепринятый международный термин Inter-Utrine Growth Restriction, IUGR, то есть внутриутробная задержка роста или задержка внутриутробного роста плода. Да, задержка роста плода. Итак, значит, что подразумевает под этим термином? Как мы можем понять, вот этот плод нормальный или он отстает в размерах? Тут должны быть какие-то границы, какие-то четкие критерии. И для того, чтобы надо сказать, нормальный этот ребенок или ненормальный, или он отстает в размерах, мы должны иметь понятие о нормальных размерах, что тогда считать нормой. И мы должны иметь точное понятие о сроке беременности, потому что, естественно, со сроком беременности размеры ребенка тоже будут постепенно увеличиваться. И так, начнем со сроку беременности. Мы должны четко установить срок беременности у женщин, прежде чем вообще говорить о задержке роста или незадержке роста плода. Каким образом мы устанавливаем срок беременности, очень кратко поговорим, потому что это тема для отдельного разговора. Несмотря на то, что все очень четко прописано у нас в клинических рекомендациях и в протоколах, как правильно считать сроки беременности, почему-то все равно наблюдаются часто какие-то сложности и разные врачи по сроку считают по-разному. Мы должны в первую очередь, когда у нас нет никаких других данных, считать срок беременности с первого дня последней инфрации. Это общепринятая методика во всем мире, давным-давно так врачи и гинекологи договорились, несмотря на то, что это условность, конечно, потому что в первой день, когда последняя инфрация идет, никакой беременности еще нет. Беременность наступает в середине цикла, но условно договорились, что с первого дня последней инфрации, которая была у женщины, считается срок беременности. И нормальная беременность именно с первого дня последней инфрации продолжается 40 недель в норме. И срок в неделю считать, не в месяцах, как женщины часто спрашивают, 6 месяцев сейчас все-таки или 7. Мы так не считаем, мы не знаем, мы считаем в неделях, и срок беременности, можно сказать, 32 недели, 5 дней, 33 недели и 4 дня. Срок считается вот так, в неделях, в днях. Дальше мы первично определили срок по первому дню последней инфрации. Мы это можем делать только в том случае, если у женщины регулярные инфрации. Если у него нерегулярный инфрационный цикл, то ориентироваться на инфрации, конечно, при почти срок беременности вообще не приходится. Дальше мы ориентируемся на первый скрининг. И это самый точный для нас критерий для постановки срока беременности. Мы ориентируемся на копчик этименной размер, который определённый при первом скрининге. И для него очень и очень высокая доля вероятности, именно поэтому показать, что можно почитать срок беременности. Если у нас при первом скрининге, когда мы померили этот копчик теменной размер, то есть размер от макушки до копчика, до хвоста у ребёнка, и по этому размеру срок беременности отличается от менструального больше, чем на 5 дней, мы должны ориентироваться на срок по счетному беременности скринингу. Это будет наиболее точный для нас уже срок. Если разница меньше 5 дней, ну в общем не очень принципиально, но будем ориентироваться на менструальный срок. Так у нас по протоколу положено. Если мы не сделали первый скрининг по какой-то причине, значит мы стараемся найти какие-то другие ультразвуки первой половины беременности, но на него мы будем ориентироваться только в том случае, если у нас разница между сроком, посчитанным по этому ультразвуку, и по менструации будет больше, чем 10 дней. С сроком беременности определились? Конечно, если у нас беременность наступила путём экстракорпорального оплодотворения, то всё это теряет смысл, потому что мы точно знаем дату наступления беременности, и мы можем по дате переноса эмбриона, прибавив с тех дней, сколько этот эмбрион прожил, как правило, 3-5 дней с момента оплодотворения, плюс ещё 2 недели, которые мы условно считаем, что беременность у нас наступила с первой дня и последней инструации, то мы можем точно посчитать срок беременности. Дата переноса плюс столько дней, сколько прошло с момента оплодотворения, плюс 2 недели. И с этой точки мы будем считать срок беременности. Итак, со сроком беременности, будем считать, более-менее определились, мы знаем срок беременности. Уточнять срок беременности во второй половине беременности ни в коем случае нельзя. И иногда так женщине говорят, вот я всегда считал, что у меня срок на такое-то время, но 30-каних мне сделать, сказать, что нет, срок у вас вообще другой. На тренингском беременности уже определить срок беременности невозможно. Никакие точные показатели, включая срединный размер мозжечка, который часто позиционируют как определяющий срок беременности, нельзя опираться. Во второй половине беременности дети уже слишком разные по размеру. Есть те, которые больше, есть те, которые меньше. Разброс достаточно большой, и по размеру уже определить, какой срок беременности, конечно, не представляется возможным. И поэтому срок беременности в конце беременности не уточняется. Мы срок какой поставили на первом скрининге, того мы срок уже и придерживаемся в течение всей беременности. И это будет максимально достоверный срок беременности. Что теперь касается нормативных показателей по размеру. Здесь прям были очень серьезные дискуссии. Ну, действительно, вот мы представляем себе, что есть, например, Голландия, где люди самые высокие практически в мире, где в среднем дети рождаются 3700-3800. Вот тут их нормальный средний размер ребенка, который рождается. Есть какие-то люди, живущие в горах, помирцы, которые в среднем полтора метра ростом, и у которых крохотные детки рождаются. И вот при этом дискуссии это было большое, что как можно создать какой-то универсальный норматив для разных совершенно популяций. Если люди маленькие, если люди большие, у них будут разные дети рождаться. И если мы будем судить помирцев по нормативам Голландским, то, конечно, у всех задержка роста плода. И этот вопрос, ну, надеюсь, что этому положили конец дискуссиям этим ученые из Окспорта, которые в 2004 году затеяли огромный проект, который они начали в 2007 году, объединив 8 клиник из разных стран, абсолютно разных стран с разным достатком, разных совершенно технических групп, это и США, это и Индия, и как-то из африканских стран, европейские страны, в общем, 8 стран, которые в течение нескольких лет собирали данные по ультразвукам беременных, но беременные отбирались, а, здоровые, и отбирались дети, у которых не было никаких пороков развития. Женщины, которые нормально питались, то есть исключались пациентки с дефицитом массы, с дефицитом питания, соответственно, выбирали только здоровых женщин, нормально питающихся, которые в достаточном количестве получали в течение беременности уход, и те, которые в итоге беременность закончилась нормальными родами. И вот оказалось, когда вот эти все данные собрали, и в 2014 году были опубликованы проект, называется Intergrowth 21, то есть международный проект по росту плодов в 21 веке, оказалось, что на самом деле, если женщина питается нормально и беременностью протекает физиологически, то и дети в любой стране мира будут зарождаться примерно одинаковые, и средние нормативы оказались у них примерно одинаковые. И они рассчитали огромные ценительные таблицы, которые позволили создать уже норматив какой-то универсальный, международный, на который можно ориентироваться при оценке нормальности и ненормальности роста плода. Этот проект полностью имеет свой сайт, он на Оксфордском университете создан, и там есть любые таблицы, для любого срока можно посмотреть ценительные таблицы для подсчета массы плода, предполагаемые внутриутробно, некоторых размеров плода, которые определяются по данным ультразвукового исследования, и также размеров при рождении и рост ребенка в течение первых лет жизни в том числе. Все эти калькуляторы там представлены, все абсолютно бесплатно, пожалуйста, можно заходить, интергроус 21, и, соответственно, пожалуйста, заходите, смотрите, сравнивайте то, что показатели, которые вы получили, с нормативными, и все вы увидите. Дальше, а какую границу-то считать нормальными, а какую границу-то считать ненормальными? Ведь, естественно, все дети разные, и есть те, кто средненький, а есть те, кто покрупнее, есть те, кто поменьше. И вот, если вы себе представляете, что такое нормальное распределение, это такая кривая гаусса, которая имеет такую форму колокольчика, то, естественно, все показатели, которые, в том числе, антропометрические, которые мы измеряем по данным интервуковым исследованием, все они будут подчиняться вот этому нормальному распределению. Больше всего будет средненьких значений, и очень мало будет крайних значений, которые куда-то у нас отклоняются серьезно стороночку. Сейчас я вам картиночку покажу, чтобы вы понимали. Вот, если, вот я думаю, что хорошо видно, соответственно, вот такой вот будет характеристика для любого параметра, который мы измеряем по помощи ультразвукового исследования, и также для массы плода, который он при рождении. И получается, что большая часть детишек будет попадать в серединку, но есть 10% самых маленьких и 10% самых больших. И вот эти вот границы, они называются процентили или перцентили. Все, что меньше 10% условно приняли называть задержкой роста плода. Сейчас эта тема очень дискутируется, опять же, нет никакого международного консенсуса на этот вопрос. Есть испанская школа, которая предлагает совершенно по-другому выделять группу задержки роста плода, и многие от этого придерживаются, но мы сейчас пока поговорим про то, что в большей части пока мира принято за критерии задержки роста плода. И это, например, в США, в Канаде, в Великобритании и в том числе и в нашем большинстве руководств именно так. Поэтому пока поговорим про это. Про новые критерии, которые предлагают испанцы, они очень и очень хорошие, на мой взгляд, и я думаю, что когда-то мы в предпозрении будущего к этому придем. Но пока на данном этапе мы ориентируемся на 10%. То есть детки, которые попадают в 10% самых маленьких, они будут считаться задержкой роста плода. Что хорошего в этом выделении, что плохого? Ну, с одной стороны, что интересно, в такой ситуации большая часть детей, которые попадут в эту группу, в 10% самых маленьких, которые есть масса меньше 10% или вот по этим табличкам можно все эти нормативы посмотреть, они окажутся абсолютно здоровыми, просто маленькими, в большей части. И, соответственно, получается, что мы как бы их записали в какие-то больные, повесили на них какой-то ярлычок, поставили какой-то диагноз, но они окажутся в итоге абсолютно нормальными. И по итогу им будет выставлен диагноз конституционально малый плод. Все, просто маленький. При этом совершенно непонятно, исходя из вот этого предложения, вот этой классификации, а вот мы сказали, что это завершка распродажа, а дальше что делать? Как ввести, как разрешать, как что? Испанские критерики дают на этот счет больше ответов, но пока будем ориентироваться на то, что есть. Когда мы посчитали, вот так вот выделили вот эту группу, уже много лет назад предложили так считать именно тех, кто меньше 10% оказалось, что эта группа попадает в группу высокого риска по всем акушерским осложнениям, безусловно. То есть эти дети с большей вероятностью внутридромно погибнут. Действительно, те дети, которые внутридромно погибают, чаще всего оказываются действительно очень сильно отстают по размерам. Эти дети чаще рождаются в состоянии гипоксии, и эти дети потом после родов испытывают чаще проблемы. То есть эти дети чаще болеют, чаще у них респираторный дистресс-синдром развивается при тех же сроках беременности, чаще у них будет неврологический расстройство при тех же сроках беременности. Но что интересно, и отсрочно, и отсрочно дальше эти дети развиваются чуть в среднем, чуть хуже. Они в среднем меньше живут. У них чаще сердечно-сосудистые заболевания, у них чаще бывают инфаркты, инсульты, чаще артериальная гипертензия, оживление. Но если вот все-таки их вычленить, то большая часть этих детей окажется абсолютно нормальной. Вот если мы глобально возьмем, сравним вот эти 10% с 90% и всех остальных, то да, показатели будут похуже. Но в целом большая часть детей окажется абсолютно нормальной. И как из них выявить тех, кто действительно страдает, от тех, кто на самом деле совершенно нормальны, мы с вами тоже немножко чуть позже поговорим дальше. Итак, значит, вот мы решили, что у нас есть 10-5 центиль. У нас есть таблички, которые разработали международный консенсус интергроус 21. И что дальше делать? Выявили мы, что ребенок у нас в размерах маленький. Тут, конечно, очень сильно зависит, есть ли у него какие-то сопутствующие проблемы. Потому что нередко одной из причин завершки расплода являются пороки развития и хромосомные аномалии. Если у нас никаких этих признаков нет, нет никаких пороков развития, нет признаков хромосомных аномалий, ребенок при этом по размерам отстает, то мы, конечно, должны понимать, что когда какие-то из этих детей будут действительными генетическими заболеваниями, не хромосомными, а генетическими на более мелком уровне, но все-таки их будет немного. Что еще может приводить к тому, что ребенок отстает в размерах? Мы, конечно, оценим еще и конституцию матери. То есть, если у нас мама полтора метра ростом, весит 35 килограмм, то ожидать, что у нее вырастет большой ребенок, это, конечно, тоже не приходится. И тут причина может быть именно такой, то есть какая-то причина или генетическая, просто потому что она врожденно должна родить маленького ребеночка, либо вследствие нарушения каких-то питания у матери. В том числе. Но нас, конечно, больше всего волнует плацентарная недостаточность, как одна из причин задержки роста плода. Что такое плацентарная недостаточность? Это когда плацента сформировалась таким образом, что недостаточно питательных веществ, кислорода, через нее проникает из материнского кровотока. Как правило, это плацентарная недостаточность первичная, которая формируется сразу, изначально. И связана она с тем, что когда плацента врастает в стенку матки, сосуды матки недостаточно правильно меняют свою конфигурацию, так как должны были бы для того, чтобы нормально выросли потом ребенок. Что у нас происходит в норме? У нас, когда плацента начинает вырастать в матку, она меняет под себя спиральные артерии в эндометрии. То есть, те артерии, которые будут питать как раз плацентарной ложем, они меняют свою структуру. Они теряют свою мышечную стенку, то есть, они вообще теряют способность к сокращению, а вообще у нас практически все сосуды в теле нашем имеют артерии, мышечную стенку, которая позволяет им спазмироваться и тем самым, например, останавливать кровотечение, когда мы повредим сосуд. Тут они теряют мышечную стенку, и они расширяются, превращаются в такие достаточно широкие воронки. И поэтому вот эти воронки, изливаются из них кровь, без какого бы то ни было сопротивления, сосуды эти не спазмируются, изливаются в лакуны, в которых плавают ворсенчики плацента. И там идет обмен питательными веществами, кислородом, между мамой и плодом. Это в норме. Но бывают ситуации, когда эти спиральные артерии полностью не теряют свой мышечный слой и недостаточно широко раскрываются, они становятся вот такими широкими конусами, из которых свободно изливается кровь. И в зависимости от того, насколько недостаточно изменились вот эти спиральные артерии, плацентарм недостаточно будет прогреляться либо раньше, либо позже, на том этапе, когда наступит декомпенсация. Что интересно, что, собственно, те же самые механизмы лежат в основе развития такого очень серьезного осложнения беременности, как преэклампсия. И поэтому очень-очень многие патогенетические механизмы у них общие, у этих двух состояний, у преэклампсии и у синдрома задержки роста плода. Задержка роста плода очень часто бывает на фоне преэклампсии и наоборот. И потому при профилактическом мероприятии тоже обсуждаются примерно одни и те же, хотя на самом деле это не совсем правильно, потому что, как оказывается, потом в профилактическом мероприятии работа все-таки немножко по-разному. Итак, получается, что у нас сосуды, вот эти в антометре, не очень хорошо изменились, сохраняя свою мышечную стенку, и на каком-то этапе ребенку перестает хватать питательных веществ и кислорода, и он начинает постепенно отставать в росте. Что может происходить? Во-первых, есть такие моменты, как типичные проявления задержки роста плода, и раньше у нас широко так использовали термин симметричная задержка роста, несимметричная задержка роста плода. Так вот, конечно, если представить себе, что вот растет ребенок, и у него начинает не хватать на определенном этапе питательных веществ, то на чем начнет экономить ребенок в первую очередь? Все, что природа предусмотрена, достаточно хорошо. В первую очередь, ребенок перестанет делать запасы на будущее. То есть, у него, он перестанет запасать. А основные запасы у ребенка внутридровно, это, конечно, чуть-чуть есть подкожная жароклечаточка, это мы в основном запасаем как раз подкожные жароклечаточки. А у ребенка основные запасы, они в печени, это гликоген в печени. И, соответственно, у ребеночка этих запасов будет делаться мало, и у ребеночка, кажется, маленький животик. И когда по ультразвуку обнаруживается, что ребенок в целом нормально себе развивается, все у него размеры хорошие, но животик у него по размеру маленький, это как бы начальные признаки того, что ребенок чего-то уже не достает. У него худенький животик оказывается. В следующем этапе, когда все еще не хватает, а не хватает, а расти надо, ребенок будет отдавать все свои силы и все свои питательные вещества, которые ему поступают в мозг, в почки и в сердце, в те органы, которые ему будут жизненно необходимы в дальнейшем, начнет экономить на росте трубочных костей, то есть рук и ног конечностей. Они будут отставать следующим этапом и уже только потом ребенок начнет отставать в размерах голова и так далее. Поэтому такая вот определенная есть стадия деятельности, соответственно, если у нас говорят о асимметричной задержке роста, это говорит о том, что животик у него уже начал отставать, а в остальном ребенок еще пока размирается нормально, пока он еще скомпенсирован более-менее. Такие же у нас при этом будут происходить изменения, которые еще тоже нам позволят сказать, что все-таки плацентарная недостаточность есть. Это изменения на доплерометрии кровотока. Мы с вами уже немножко говорили о доплерометрии, мы писали в нашем блоге об этом, и еще у меня уже готовы еще два поста, которые в ближайшее время выйдут, про кровотоки в разных сосудах, которые оценятся при помощи доплерометрии. Так вот, объективным критерием задержки роста плода будет изменение в кровоток в сосудах, пуповины, потому что когда у нас в плаценте идут какие-то изменения, которые приводят к тому, что она уже нормально не пропускает китательные вещества, будет повышаться сопротивление току крови в плаценте. И, соответственно, в артериях пуповины будет нарастать сопротивление току крови. Получается сначала, что когда сердце ребенка сокращается и толкает кровь, кровь течет еще хорошо, но в диастолу, когда сердце кровь расслабляется, кровь начинает течь уже хуже. И вот кровоток, который имеет у нас такую двухфазность, быстрее кровь течет, когда сердце сокращается, медленнее кровь течет, когда сердце расслабляется, но все время течет в одну сторону, у нас во всем организме так, кровь все время течет вперед, вперед по артериям. И получается, что если мы смотрим на кривую кровотока в артерии пуповины в норме, она у нас повышается, снижается, повышается, снижается. Вот каждое сокращение сердца ребенка, оно повышается, снижается, но тем не менее, даже в диастолу, даже когда сердце расслабляется, кровь продолжает течь в сторону плаценты. То есть от сердца к плаценте, по этим артериям. Вот этот компонент будет постепенно, по мере того, как нарастает сопротивление кровотоку, будет снижаться. И получается, что соотношение между систолическим кровотоком, момент сокращения сердца, и диастолическим кровотоком будет постепенно увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться за счет уменьшения как раз вот этого диастолического кровотока. И получится, что вот эти индексы, индекс резистентности, пульсационный индекс, которыми оценивают кровоток плода в артерии пуповины, П, И, И, Р, они будут все увеличиваться при плацентарной недостаточности. И это будет говорить вам о том, что действительно есть плацентарная недостаточность. В дальнейшем при более запущенных ситуациях, если постепенно прогрессирует у нас задержка роста плода, прогрессирует плацентарная недостаточность, диастолический кровоток будет делать все меньше и меньше, пока не достигнет нуля. И создастся такая ситуация, что когда сердце сокращается, оно еще проталкивает кровь через плаценту, а когда оно расслабляется, кровь уже не течет. Вообще это называется нулевой диастолический кровоток. И это уже ситуация, которая относится уже к разряду почти критических кровотоков плода. и в дальнейшем когда совсем еще ситуация прогрессирует, сопротивление будет на такое что когда сердце сокращается оно проталкивает кровь к плаценту а когда оно расслабляется, кровь оттекает чуть-чуть обратно и появится так называемый реверсивный диастолический кровоток и это уже говорит о критическом состоянии в таком ситуации он долго не протянет и такая ситуация, как правило, требует уже очень-очень срочного родоразрешения, но это мы чуть-чуть забегаем вперед но кровоток в артерии пуповины это один из критерий задержки роста плода значит и соответственно исходя из этого что мы должны делать вот у нас выявляется задержка роста плода мы исключили пороки развития мы исключили у плода какие-то хромосомные аномалии нет никаких признаков у нас пороков развития хромосомных аномалий мы должны определить тактику ведения что мы должны дальше будем с пациенткой делать что будем ли мы ее как-то лечить сразу хочу сказать никакого лечения плацентарной недостаточности нет значит никаких препаратов не приведет к улучшению кровотока через плаценту к ускорению роста плода и к улучшению исходов беременности те ситуации когда женщина говорит что ну вот а у меня ребенок отставал а потом мы назначили лечение и он меня догнал это как раз ситуация когда на самом деле все было нормально и ребенок просто совершил свой скачок в размерах и именно для этого мы когда у нас ребенок скомпенсирован мы проводим контрольные измерения ребенка раз в две недели с тем что пациент растет или не растет поэтому мы понимаем что ребенок растет антроэлектронно скачками он не прям вот линейно-линейно-линей растет все-таки небольшие такие скачки есть у каждого ребенка в среднем увеличении размера ребенка конечно почти что линейное но небольшие скачки в размерах у него происходят и я думаю что те у кого есть дети те замечали что вроде кажется что вот уже это про ребенка когда говорим после рождения ребенок вроде не растет не растет не растет не растет вся одежда уже одна и та же вот уже не растет не растет он пахт сразу мгновенно все стало мало ребенок сделал какой-то скачок роста и дальше чуть-чуть опять помедленнее рост идет поэтому динамическая оценка роста плода и является одним из методов важнейших методов наблюдения за плодовым внутриутробами никакого метода лечения нет никакие препараты типа актовидинов курантилов не влияют на рост плода не ускоряют его рост а зонотерапии не улучшат кровообращение плаценте не ускорит рост ребенка то же самое касается низкомолекулярных гепаринов эти препараты очень модные и очень широко применяются сейчас и почему-то сейчас вот приобрело какую-то прям поваренная тенденция такую что при задержке росплода однозначно низкомолекулярных гепаринов ни каким образом не повлияют никак не улучшат и не улучшат исходы беременности то есть не снизят риски для ребенка не улучшат рост плода совершенно точно проведены огромные исследования на западе по этому поводу и то есть никакого лечения у задержки рост плода нет единственное что в какой ситуации мы теоретически можем помочь росту ребенку или нормализовать вот эти вот процессы если у нас есть какие-то грубые нарушения питания матери то есть мама недоедает вот она голодает то есть если мы ее накормим нормализуем его питание то ребенок у нас с высокой долей вероятности начнет расти нормально то есть просто вот если алиментарная у нас задержка рост плода то в такой ситуации мы конечно эту ситуацию улучшим если причина в плацитарной недостаточности то конечно никаким образом повлиять на этот процесс мы не можем наша задача состоится только в наблюдении и в родоразрешении если вдруг вот ребенок становится плохо и его состояние достигает критических каких-то моментов то есть критических показателей это сложно почему врачи до сих пор продолжают назначать лечение от постоянной недостаточности потому что я не говорю о ситуации коммерческой заинтересованности когда в коммерческих центрах им выгодно назначить какое-то лечение из-за этого заработать на этом деньги мы не будем на этом акцентировать внимание но даже если мы не берем какую-то заинтересованность врача в этой ситуации то на самом деле врачу сказать пациенту что от вашего состояния нет лечения никакого эффективного очень сложного и даже когда мы это говорим то к сожалению нифига пациент нас слышит я вот я работаю в консультативно-диагностическом отделении в перинатальном центре и пациентки обращаясь ко мне на консультацию я ему ну часто говорю задержка распала что наша задача только консультировать нет что лечите лечите меня женщина требует чтобы мы их лечили очень часто настаивают на том чтобы мы хоть какое-то лечение проводили какие-то капельницы хоть какие-то поставили мы прекрасно поняли что мы ничем не поможем мы иногда идем действительно на поводу пациенток просто понимая что и психологически важно чтобы какое-то лечение хотя бы проводилось хоть что-то мы делали для ее ребенка в такойtext мы назначаем какое-то лечение условно понимая прекрасно что никаким образом мы не повлияем на рост ребенка и никаким образом ребенку это не поможет. Наша задача женщине объяснить, расставить все акценты и чтобы быть честным, по крайней мере, не обманывать, что мы можем реально что-то там сделать и как-то спасти этого ребенка. В чем заключается контроль динамический, как мы можем отслеживать и решать, соответственно, кому еще можно беременность пролонгировать, а когда предоставление зашло уже в такой тупик, когда мы уже ничем не можем помочь. Мы должны сделать в динамике ультразвуковое исследование и оценивать функциональность состояния плода по данному дуплерометрии кровотоков и по КТГ оценить, как ребенок себя чувствует в данный момент в реле. Значит, вот если мы отмечаем для себя, что у нас есть задержка распада, мы должны оценить, насколько сильно ребенок отстает в размер. И вот в нашей классификации, в российской, которая у нас пока принята наибольшей степени, выделяется задержка распада первой, второй, третьей степени. Первая степень, это когда может говорить, что ребенок меньше, чем десятый перцентиль для данного срока, но отставание у него находится в пределах от двух до четырех недель от срока. Ну, то есть, грубо говоря, срок есть у нас 34 недели, ребенок на 31 неделю, то есть он отстает на три недели, это будет задержка распада первой степени. Если отставание больше, чем на четыре недели, то задержка распада второй степени становится. Если больше шести недель, задержка распада третьей степени. Если у нас отставание в размерах у плода больше шести недель, это однозначно прогноз нехороший. Этот ребенок лежит в группе очень-очень высокого риска по развитию всех возможных перинатальных осложнений, в том числе его гибель внутриутробной, его гибель после рождения. И вообще, при отставании в размерах больше шести недель показано вот разрешение. В общем-то, вот это надо делать прямо вот сразу. Мы поставили диагноз, мы должны род разрешать. В случае, если у нас первая-вторая степень, то у нас есть возможности для пролонгированной беременности, для наблюдения за динамикой роста этого плода. Итак, если у нас задержка распада первой степени, то есть отставание от двух до четырех недель, то мы должны провести ребенку ультразвуковое исследование с фетометрией, фетометрия это означает измерение ребенка, через две недели. Какие, кстати, размеры ребенка у нас определяются, когда мы оцениваем нормальную беременность или ненормальную? У нас на нашем ультразвуковисте очень много-много-много всех размеров, но по рекомендациям Международной ассоциации специалистов в ультразвуковой диагностике измерить важно три размера. Это размер головки, размер живота и длина бедра. Если эти все три показатели находятся в пределах нормы, то ребенок сразу считает, что он нормальный по размерам и у него никакой задержки роста нет. Если есть отставание какого-то из этих размеров, например, в животе подставят, то тогда уже измеряются все остальные размеры и высчитывается предполагаемая масса плода. Как она высчитывается, предполагаемая масса плода? Высчитывается по формулам, и что интересно, формул на самом деле тоже очень много, которые иногда дают достаточно сильно различать между собой. Но в настоящий момент в ультразвуковых аппаратах, которые в оборудовании сейчас современно выпускаются, во всех этих аппаратах уже вшиты формулы с подсчетом, вшиты формулы, которые предполагаемо размеры плода высчитывают. Соответственно, на них можно в достаточно высокой доле вероятности реагировать. Мы посчитали размеры плода, попали мы в первую степень. Мы должны сделать этот ультразвуковых аппаратах через 2 недели. В идеале сделать УЗИ у того же врача на том же аппарате, чтобы мы могли сопоставлять этот результат. Есть у нас динамика роста плода или нет у нас динамики роста плода. И иногда через 2 недели мы измеряем, а ребенок мало того, что вырос, так он еще и в норму теперь укладывается. То есть до этого он был у нас меньше 10-го перцентиля, а то стал больше 10-го перцентиля. Соответственно, он у нас догнал свои нормативные показатели. Прекрасно! Значит, на самом деле никакой задержки роста у него реально-то и не было. Это был конституционально маленький ребенок, который на каком-то степе свои размеры догнал. Может быть, этот ребенок родится, конечно, не 4 килограмма, а родится он 2,700-2,800, и будет это совершенно нормальный, здоровый ребенок, и все у него будет хорошо. Ситуация вторая, когда мы видим, что ребенок за 2 недели вырос на 2 недели. В такой ситуации мы продолжаем наблюдение. Ребенок достаточно скомпенсирован, у него хватает еще пока питательства, когда он получает для того, чтобы он продолжал расти, мы назначим ему следующий ультразвук, опять же, через 2 недели, с оценкой его фетометрии. При этом, естественно, мы проведем доплерометрию с оценкой кровотоков в пуповине, в среднемозговой артерии и в венозном протоке. Это показатели, которые будут говорить уже о более глубоких нарушениях кровообращения внутри уже у клада. И если там все нормально, все стабильно, значит, мы можем продолжать наблюдение. И сделаем КТГ, если срок на беременности больше 32 недель. Если у нас ребенок попал в группу задержки раскладов второй степени, то есть у нас составание от 2 до 4 недель, то мы должны часто контролировать его состояние, доплерометрические показатели. Ну, по крайней мере, раз в 3-7 дней мы однозначно должны оценивать доплерометрические показатели. Почему нельзя раньше, чем через 2 недели померить ребенка и сделать эту фетометрию? Потому что мы очень много получим ложно-отрицательных результатов. То есть нам за измеримую через неделю. И размеры будут отличаться настолько не сильно, что у нас сложится ощущение, что ребенок не растет. И мы очень часто будем получать такие результаты, как будто бы у нас никого роста нет. А просто на самом деле прошло мало времени. И проведено огромное количество исследований тоже на тему того, через какой промежуток времени надо померить, чтобы действительно выявить, есть ли рост или нет роста, объективно. И вот наиболее точные показатели получаются при измерении не чаще, чем раз в 2 недели. Соответственно, если через 2 недели мы измерим, мы уже можем с очередью, которая является, сказать, растет ребенок или не растет. Но в идеале, конечно, у одного и того же врача и на том же аппарате. Ходить с 10 специалистами, перемерять ребенка и сравнить показатели, это самая-самая несерьезная, самая группа, что можно сделать, потому что мы получим 10 разных заключений. Что вы дальше будете этим делать? Ведь вопрос, когда мы ставим задержку располагания, не в том, чтобы мы как-то накинулись и что-то сделали с вами страшное. Мы все равно наблюдаем, мы оцениваем динамику роста. И даже если вот мы, один врач поставит, предполагаем, у вас по килограмм, а другой кило 150, а третий 950 грамм, это принципиального значения иметь не будет, потому что мы не будем никим образом в этот процесс вмешиваться. Потому что если ребенок отстает на 6 недель, то это любой врач скажет, что в 30 недель у вас ребенок 500 грамм весит. Это отставание очень серьезное, очень страшное, и это скажет любой на любом аппарате. А вот если отставание небольшое, то небольшие колебания в разные рамки, естественно, будут иметь место. Значит, наблюдение касается фетометрии. Что касается докторометрических показателей, если у нас есть нарушение кровотока в пуповине, то тогда такой ребенок требует более детального наблюдения. Если у нас есть задержка роста плюс нарушение кровотока в пуповине, это сразу нас переносит в группу более высокого риска и более часто требуется динамический контроль. Также у нас будет важным, не очень хорошим симптомом, который будет требовать более часто и более детального наблюдения, сочетание задержки расклада с маловодием. Потому что это будет говорить о том, что у ребенка питатель веществ поступает уже настолько недостаточно, что он у ребенка уже меньше писает, то есть у него уже начинается уже и пучки меньше выводят жидкости, соответственно, у него формирование маловодия. Это тоже будет говорить о более тяжелой подставке недостаточности и, соответственно, более часто требуется динамический контроль. Соответственно, если у нас отмечается на фоне динамических исследований, что ребенок А. не растет, Б. у него ухудшаются показатели доприэрометрии, постепенно нарастают, у него появляются признаки страдания по УКТГ, или у него нарастает маловодие, то все это в купе может, любой из этих может стать показанием к тому, что ребенку придется разрешать досрочно. Но, естественно, тут взвешиваются все показатели, и иногда, да, у нас динамика роста небольшая, но она все же есть, нарушение кровотока поповения есть, но они достаточно стабильные, тогда мы будем часто-часто-часто-часто контролировать, и иногда у нас дети все-таки растут, и в итоге мы разрешаем близко к сроку. Но, это вот эти показатели, которые я назвал, они могут быть основанием для досрочного родоразрешения. Что делать, если у нас, в общем, ну, более-менее, задержка расплода есть, и у нас мы подходим уже к сроку максимально близко, и уже встает вопрос о родоразрешении, что делать и как. Можно ли рожать, надо ли делать к сресечения. Если у нас отставание в размерах ребенка значительное, если третья степень не обсуждается, ребенок не сможет роду перенести, это только к сресечения. Если вторая степень, то тоже чаще всего, конечно, это чаще всего будет к сресечения. И также мы, как правило, решаем вопрос о поиске сресечения, если у нас задержка роста с нарушением кровоток в подобной рометрии, потому что риски в родах будут возрастать. Если же у нас кровотоки стабильные, нормальные, если у нас ребенок с ССР по первой степени, то мы можем дождаться срока беременности до срока доношенного и дождаться родов чрезъестественного пути под тщательным контролем за КТГ, допилометрическими показателями, и все, скорее всего, будет хорошо. В случае, если у нас есть сочетание отставания в размерах и нарушение кровотока по допилометрии, то оптимальным сроком родоразрешения является 37-38 недель, когда у нас срок перенести до срока доношения. Дальше риски начинают возрастать очень-очень быстро. Это риски того, что ребеночек не справится, и у него подставление достаточно декомпенсируется уже в водоношенном сроке. Поэтому в 37-38 недель при нарушении кровотоков и задержке роста плода ставится вопрос о родоразрешении. Если у нас кровотоки нормальные, и только задержка роста плода, то беременность донашивается, и роды ведутся как обычно, без каких-либо именений, заключением более детального, тщательного КТК-контроля в течение родов. И остался у нас вопрос о профилактике. Что мы можем сделать в плане профилактики задержки роста плода? Ведь оказалось, что мало того, что при задержке роста плода повышаются риски для плода сейчас. Того, что произойдет что-то во время этой беременности и сразу после родов у этого ребенка. Оказалось, что у мамы, у которой в прошлой беременности закончилось рождение ребенка с задержкой роста плода, в эту беременность, даже если ребенок растет нормально, риски будут тоже высокие. Все-таки какие-то изменения в сосудах, плацентарной площадке, в спиральных артериях какие-то есть, которые к этому предрасполагают. И, соответственно, стал вопрос о том, как выделить группу риска по задержке роста плода. Ну, те, у кого уже была задержка роста плода, понятно, они в рождении ребенка с серьезной задержкой роста плода, они находятся в группе риска по задержке роста плода, безусловно, в следующей беременности. Но, кроме того, в первом скрининге у нас проводится доклерометрия кровотока в маточных артериях, и этот показатель нам тоже будет указать на риск синдрома задержки роста плода. Каким образом изменение в маточных артериях может привести к тому, что у нас будет задержка роста плода сформируется? А вот это как раз говорит о том, что не меняется кровоток в маточных артериях, а о том, что у нас есть определенные проблемы со спиральными артериями, которые являются конечными веточками маточной артерии. То есть в норме. Если у нас беременность протекает физиологически, происходит в спиральных артериях вот эти изменения, о которых я говорил в начале беременности. Плацента вырастает в стенку матки, теряют мышечные слойки сосуды спиральной артерии, они расширяются, становятся такими широкими воронками, и кровоток там идет очень-очень спокойно. Резистентность в маточных артериях, сопротивление в маточных артериях падает по сравнению с тем, что было вне беременности. То есть кровоток в маточных артериях становится значительно менее резистентным. Кровь течет туда спокойно, без сопротивления практически в эти спиральные артерии. А вот это нормальное изменение кровотоков в маточных артериях во время беременности. А вот если у нас на первом скрининге, когда мы делаем с 11 по 14 недель, мы видим, что у нас резистентность в маточных артериях практически такая же, как была у небеременной женщины, или чуть-чуть только пониже, то мы понимаем, что в спиральных артериях вот эти нормальные изменения не произошли. И эта женщина относится к группе высокого риска по преэклампсии 1 и по задержке расплода 2. И, соответственно, в таких ситуациях мы рекомендуем прием аспирина. И на самом деле, как оказалось, в ходе крупных исследований прием аспирина снижает риск преэклампсии. Вот пациенток, у которых есть риск, выявленный при первом скрининге, преэклампсии снижается. А вот риск задержки расплода что-то как-то не очень. И пока вот убедительных данных о том, что аспирин как-то профилактирует задержку расплода, нет. Хотя исследования в этом отношении ведутся. И это наиболее перспективный препарат, который, вероятнее всего, действительно по итогу окажется, может быть, действительно окажется эффективным в плане профилактики развития задержки расплода. Но это единственное, что может оказаться. Потому что другие препараты, которые как бы не применялись и какие бы меры ни предпринимались, ничего не снижает риск задержки расплода. Ни назначение низкомолекулярных кепаринов после первого скрининга, ни постельный режим, ни какие-то кислородные коктейли, ни киперапарическая оксигенация. Ничего из этого, никакие вмешательства не помогают снизить риск развития задержки роста плода. Мы не сможем изменить уже вот кровоток в этих сосудах. И единственная надежда, у нас аспирин еще есть. Исследования продолжаются в этом отношении. И вполне возможно, что действительно в будущем мы получим достоверные доказательства того, что аспирин каким-то образом помогает нам в плане профилактики задержки роста плода. И, наверное, у нас осталось буквально минут 7. И я сейчас хочу просмотреть какие-то вопросы, которые есть. Если я что-то не успею сейчас ответить, вы можете совершенно спокойно под нашим сегодняшним постом, который у нас будет опубликован на марафоне доказательной медицины, в который входит наш сегодняшний прямой эфир. Вы можете под этим постом оставить свои вопросы. И обязательно на все они сегодня, завтра обязательно на все отвечу. Не переживайте, никого не оставлю обиженным. Итак, кровоток в маточных... Так, если есть нарушение в маточных артериях, это не считается позорной астosten... Нет, это не считается позорной астisations... Пациентка, у которой есть нарушение в маточных... кровоток в маточных артериях, она относится к группе риска. Мы не можем сказать, что у нее абсолютно все нормально. То есть это то, что называется нарушение кровотока первой А степени. Это не значит, что мы можем сказать, что все, абсолютно все нормально. Но оно находится в группе риска. И нарушение кровотока в маточных артериях, конечно, это тоже не совсем корректный термин, корректно получается. Потому что это не нарушается кровоток, а, как я вам уже сказал, он не очень сильно меняется по сравнению с тем, что было до беременности. Но мы эту женщину отнесем в группе риска. Все. Мы ее просто проконтролировать должны. Разобьется ли пациент срочность или нет? Совершенно не факт, что она разобьется. Вполне вероятно, что никакого у нее не будет пациентальной недостаточности. И никакого лечения, естественно, состояние такое не требует. Все. Если, конечно, изменение кровотоков не связано с повышением артериального давления. Если у нас есть данные о гипертензии, о повышении артериального давления, то, конечно, требует изучение гипертензионной терапии и так далее. Так. Что значит максимально близкий срок? Какая неделя? Наверное, иметь в виду о том, когда родоразрешение. Еще раз. Значит, если у нас есть СЗРП с нарушением кровотоков в артере пуповины, оптимальный срок родоразрешения 37-38 недель, это вот общепринятые такие тенденции. Если у нас нет нарушения кровотоков, есть только задержка роста плода и нет нарушения кровотоков, то можно рожать, как обычно, ждать 41 недели, совершенно спокойно, но по тщательным, динамическим контролям. Крово показания кровотока и КТГ. А мне написали в первом скрининге в маточных артериях пульсиционный индекс 0,7 и 1,8, а доктор сказал 2,5. Нет, не совсем про 2,5 выше 2,5 это однозначно не норма. Это уже такой показатель, когда у нас риск по-любому рассчитается ненормальный. Но нормативные показатели, они чуть-чуть ниже, и на самом деле для каждого срока немножко свои. И нельзя сказать, что прямо четко какой-то у нас есть показатель, который норма, не норма. Потому что риск высчитывается, исходя из нескольких показателей сразу. И вот программа Остраев, в которой мы проводим первый скрининг, она рассчитывает риск комплексно. Исходя из белков, некоторых, которые в биохимический канал из крови входят, и исходя из показателей дополиметрия кровоток. Комплексно. И формула эта, она вшита в Лондоне, вот этим фондом медицины плода, в эту программу. И мы не можем ее вскрыть и раскопать, они ее скрывают, это их коммерческая тайна. Но вот они высчитывают по ней риски синдрома завершки восплода и преэклампсии. То, что больше 2,5 будет позиционный индекс в маточных артериях, это однозначно не норма. Это всегда будет связано с высоким риском. Вот это вот, об этом мы говорили. Как избежать гипплазии плаценты в следующий период? Ну, к сожалению, тут вот тоже гипплазия плаценты, такой термин очень странный. То есть, если мы подразумеваем плацентарную недостаточность, то есть ситуация, когда плацента сформировалась маленькая и вырос маленький ребенок, и в этом была проблема действительно, то в такой ситуации, возможно, поможет аспирин, но пока мы точно этого не знаем. Но бывает, что плаценты просто маленькие, но при этом ребенок вырастает совершенно нормальным. И тогда она гипплазия, гипплазия, маленькая плацента и маленькая. Если ее достаточно для роста ребенка, то и хорошо. Размеры плаценты, выявленные по ультразвуковому исследованию, не являются критерием плацетарной недостаточности. Точно так же, как и степень зрелости плаценты, которую часто определяют, но она не является критерием плацетарной недостаточности. Есть такое состояние, которое называется кольциноз плаценты, когда у нас степень зрелости плаценты, если посмотреть по этим классическим критериям, 30 степени, И если вот этот кальцинос появляется до 32 недель, когда много кальция откладывается в плаценте до 32 недель, то это тоже будет говорить о том, что эта пациентка находится в группе высокого риска по плацентам недостаточности. Не значит, что она у нее есть. Ребенок при этом может расти нормально, родиться абсолютно здоровым, доношенным, все хорошо. Но она находится в группе высокого риска. Если у нас есть определение созревания плацента вот такое, то есть у нас есть клециноз плацента до 32 недель, то это значит, что мы давно ее проконтролируем в динамике. Как у нее гонка растет, показатели ее дуплерометрии кровотока и КТГ. Если там все хорошо, то значит подсостояние не требует никакого нашего вмешательства. Если разовьется задержка распада, значит мы будем эту пациентку соответствующим образом ввести. Само по себе клециноз плаценты тоже не признак плацентарной недостаточности, не критерий плацентарной недостаточности. Риск СЗРП при оболоченной прикреплении? Безусловно, да. Аномалии прикрепления пуповины повышают риск задержки роста плода просто потому, что оказывается, что часть пуповины, часть сосудов, которые идут к плаценте, то есть это маточные артерии, ну и маточная вена тоже, они оказываются как бы не защищены от воздействия давления внутриматочного. То есть в норме сосудики в пуповине, они находятся в таком желеобразном веществе, вартонов студии называется. Он очень такой, как холодец, очень-очень эластичный, так и тугой эластичный. И прямо этот пуповин входит в плаценту, то есть, соответственно, сосуды, идя внутри этого вартонового студия, они входят в плаценту прямо сразу. Они защищены от сдавления. Сдавить этот вартоновый студии можно только на очень короткое время. И если вы вспомните фильм «Эффект бабочки», как там ребенок внутриутробно свою пуповину сжал и этот умер, конечно, такого быть не может, потому что если ребенок сожмет свою пуповину, у него кровообращение на какое-то время в плаценте не остановится, у него начнется гипоксия, мышцы расслабятся, он сам свои руки расслабит, такое обращение восстановится. Сдавить эти сосуды каким-то образом, ну, нереально. И даже узлы пуповины, как правило, вот когда пуповина совершенно нормальная, не влияют на то, что кровоток там продолжается совершенно нормально. А вот если пуповина такая аномальная формируется, что пуповина крепится к оболочкам, то получается, что пуповина входит не в плаценту, а сбоку от плаценты приходит к оболочкам, и сосуды идут какое-то время, пусть даже небольшой протяженностью, они идут между оболочками, ничем не защищенные. Они как будто лежат на стенке матки между оболочками. И таким образом получается, что они сдавливаются немножко внутриматочным давлением, и в таких ситуациях чаще развивается действительно задержка роста плода, потому что, наверное, кровоток вот в этих вот сосудах все-таки под вот этим давлением нарушается. И при оболочном прикреплении чаще встречается задержка плода, даже если мы исключаем все аномалии развития и все хромосомные аномалии. Даже если их исключить, то все равно при оболочном прикреплении чаще встречается задержка роста плода. Ну и последний вопрос, потому что у нас уже время совсем-совсем закончилось. А если есть нарушение в маточных артериях в одном или в двух, это потом приведет к нарушению артерии? Я уже надеюсь, что ответил на этот вопрос. То есть это группа риска. У нас, мы понимаем, что не очень хорошо произошли изменения в спиральных артериях и, соответственно, резистентность в маточных артериях повышена. И, соответственно, мы можем ждать, что она разовьется. Но совершенно не факт. Осталось последние 10 секунд. Я вас очень благодарю. Спасибо вам большое, что вы все были сегодня здесь, что вы посмотрели меня и те, кто посмотрит меня в записи. Всем большое...